Минус 5% от размера круга сведения. Что это означает? Я думал, что это просто увеличивает точность, но на самом деле это и мини стабилизатор всего лишь на 5% и улучшение точности тоже на 5%. Всем здорово, с вами Варчик и в этом видео с вами поговорю про оборудование, которое я недооценил больше всего и ошибался насчет него. Мы уже поняли, что речь идет про улучшенный прицел. В целом у многих танков самая основная проблема в том, что их пушка кривущая. Всего лишь пару оборудований реально могут пофиксить кривизну пушки. Вентиляция может сделать немного лучше все и стабилизацию, и сведение, и точность, но всего лишь чуть-чуть. Стабилизатор. Очень хорошо сказывается на стрельбе, когда полностью не сводишься, поскольку круг сведения всегда становится меньше. Это очень хорошо, поскольку в динамичных боях далеко не всегда успеваешь свестись полностью. Но в целом больше никакое оборудование реально хорошего эффекта не дает. Да, прикольно, что можно ускорить сведение, но если оно слишком долгое, оно все равно останется долгим. Если сведение быстрое, оно и без этого оборудования быстрое. В целом я не особо уважаю это оборудование, поскольку оно ни к селу, ни к городу. Легче уже поставить вентиляцию фиолетовую, и будет куда лучше. И для обзора, и для точности, и стабилизации, и для сведения тоже, чем ставить приводы наводки. Поэтому до них дело доходит в последнюю очередь. Хочется еще немного добавить стабилизации, и приходит в голову мысль, что нужно поставить второй стабилизатор. Так называемые улучшенные механизмы поворота. Но насчет них все время было какое-то предчувствие, что они никакой стабилизации не дают. Поскольку это логично, они ускоряют скорость поворота, значит ты быстрее поворачиваешь. За счет этого стабилизация ухудшается. Поскольку от скорости поворота зависит, насколько сильно прицел разлетается. Поэтому это просто оборудование, которое ускоряет скорость поворота. А стабилизация просто как компенсирует то, что мы теряем от более быстрого вращения. И работает это оборудование как стабилизатор только в том случае, если мы едем прямо, никуда не поворачивая. Это в принципе тоже неплохо, но все время ездить прямо не получится. Иногда нужно и поворачивать. На некоторых танках хочется еще немного улучшить точность, стабилизацию, чтобы прямо хорошо стрелять. Вот допустим танк Т-77, у него очень долгая перезарядка. Пока ты перезарядишь один барабан, в бою может много чего произойти. А если ты еще и криво раздаешь снаряды, то это как-то вообще обидно. А пушка у Т-77, ну не снайперская. Но если поставить фиолетовый стабилизатор, фиолетовую вентиляцию, еще и сверху накинуть улучшенный прицел, у нас получается точность 0.3. Довольно таки нормальная стабилизация, конечно не самая лучшая, но уже неплохо. И в целом это уже выглядит хорошо. С такой сборкой поиграл на этом танке, я даже перестал говорить, что его пушка бесит. Что удивительно, поскольку до этого я много на нем играл и пушка очень противная. Ошибка была в чем? Я не хотел его использовать, поскольку думал, что он эффективен только при полном сведении, чтобы заработала вот эта вот улучшенная точность. Но это оборудование работает всегда. Когда мы едем, круг становится разбросом меньше, на эти самые 5%. Когда мы сводимся, круг тоже всегда на 5% меньше, чем если бы без этого оборудования. И когда мы свелись полностью, то точность финальная тоже на 5% лучше. Получается, это оборудование работает всегда. Это и как небольшой такой стабилизатор работает, еще и финальную точность улучшает. А вот как я делал, ставил 2 стабилизатора, это работает только если ты хочешь ускорить скорость поворота танка. Вот допустим на ренегате и так стабилизация классная, я туда ставил 2 стабилизатора, и в принципе и так классно. Пушка балдеж. Но вот на Т-77 2 стабилизатора не работают. Улучшенные механизмы поворота там просто не нужны. Они ничего не дают нужного. Тебе нужно качественно раздать барабан. А потом ты просто надолго уезжаешь, перезаряжаешься, и за время перезарядки выезжаешь в том месте, где тебе удобно раздавать барабан. Все. Самое главное, что в этом танке нужно делать, это правильно ездить и качественно раздавать барабаны. Для этого нужно ставить все на качество стрельбы. Улучшенный прицел, стабилизатор, вентиляция. Конечно бы хотелось еще и быстро ездить с турбонагнетателем, но тогда у нас орудие снова превратится в старое, кривующее, и опять будешь плеваться при стрельбе. А вот с набором, который я уже называл, улучшенный прицел и стабилизатор вентиляция, точность становится 0.3. Сведение там 2 с хвостиком, и в целом заметна какая-то стабилизация. И вот мы уже определились с хорошим набором оборудования для барабанных танков, поскольку для цикличных нужно еще куда-то досылатель воткнуть. И там уже нужно искать компромисс, потому что стабилизатор не уберешь, второе оборудование досылатель, а третье оборудование либо придется компенсировать недостатки, либо улучшать сильные стороны. В общем улучшенный прицел для меня стал более приоритетным оборудованием в точности и улучшении огневой мощи, чем улучшенные механизмы поворотов, потому что так на самом деле и есть. А улучшенные механизмы поворотов нужны, чтобы танчик быстрее вертелся и все. С вами был Варчик, играйте красиво, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok